Пекихенское месторождение. Здесь столбик термометра зимой опускается до минус 50 градусов, а летом, говорят, поднимается до плюс 40. Здесь вполне можно снимать фильм об освоении человечеством, например, таких планет, как Уран и Нептун, потому что вокруг заснеженная тундра и на сотни километров никого. Но при этом для жизни и работы человека на Пекихенское месторождение созданы все условия. Преодолев по воздуху на вертолете почти 600 километров на юго-запад от Салихарда, 27 старшеклассников корпоративной группы «Лукойл» вступили на землю одного из крупнейших на севере по запасам углеводородов промысла Пекихинского. Теплая встреча. Несколько сотен метров до жилого комплекса на вахтовке. Инструктаж обязательный для вновь прибывших. Лишнее телодвижение по месторождению без надобности мы не делаем. Обед в производственной столовой, который, как известно, всегда по расписанию, а после – трансформация. И вот они уже почти нефтянники. Можно и на производство. Электроснабжение у нас вырабатывается собственными силами. Газ, который мы добываем, у нас электродвигатели, авиационные турбины прокручивают его и получаем электроэнергию. В роли экскурсовода – заместитель директора промысла Владислав Ключников. Профессионал. Работал много лет на месторождениях Западной Сибири. Теперь его задача – развитие Заполярья. Так и делается. Уделить этому время свое личное. Потому что, если не подходить к этому с любовью, наверное, работа как-то не складывается. Или складывается, но совсем по-другому. По-другому – это не про нефтяника в Пикихинке. Начиная с первых заполярных баррелей нефти, кубометров газа и конденсата, здесь только наращивают добычу углеводородов. Пикихинское месторождение – одно из крупнейших по объемам разведанных запасов. Удивительно. Ехала, думала, здесь небольшое месторождение, а здесь целый город. 160 квадратных километров. Прямо в тундре, на сваях, в многолетней мерзлоте, построены установки, станции, насосные, операторные резервуары. Производственных объектов много. И все они самые современные. И кустовые интеллектуальные, и пункт управления месторождением схож с центром запуска космических кораблей. На Пикихинке уникален даже способ разработки нефтяной залежи многозабойными добывающими и горизонтальными нагнетательными скважинами. Оттого и защищен патентом. Чем ниже температура газа, тем больше выпадает из него жидкость. Все. Вот в этом заключается вся подготовка газа. Дальше нефть и газовый конденсат с месторождения поступают в трубопровод Заполярья-Пурпе. А товарный газ транспортируется по магистральному газопроводу до компрессорной станции Ямбургская. Теперь об этом сложном пути добытых углеводородов знают и салихардские лицеисты. Я сейчас к машине к ним повернулась и сказала, ребят, скажите, ваши впечатления. Они говорят, вы знаете, мы бы хотели сюда вернуться, поработать здесь. Принято решение руководством компании привезти детей на экскурсию на нефтегазоконденсатный промысел Пикхинского месторождения, где они бы смогли познакомиться с теми условиями, суровыми условиями, скажем так, где добывается, где работают нефтяники. И чтобы в дальнейшем они могли осознанно выбирать себе профессию и в дальнейшем смогли прийти к нам на работу. На этой промышленной экскурсии только те, кто хочет связать свою жизнь с нефтяной отраслью. Поэтому задают вопросы, уточняют особенности профессии, убеждаются в правильности выбора. Я убедился, что я действительно хочу работать здесь, что мне понравится работать, что это будет работа, которую я буду любить. Вот сейчас я, допустим, понимаю, чем занимаются люди химической отрасли, люди, которые добывают нефть. То есть я сейчас понимаю, что мне интересно, а что нет. Стоит отметить, что из 27 школьников, приехавших на Пикхинку, 14 выпускников корпоративной группы, завтрашние студенты образовательного центра в Когалыме, филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Мы с ребятами очень сильно этого ждем. Будем максимально рады, если мы сразу поедем в Когалым. Когалым в перспективе. А здесь и сейчас, впервые в истории Пикхинки, дружественная спортивная эстафета, преемственность поколений. Команда нефтяников «Факел» против лицеистов из корпоративного класса. Последние хоть и проиграли, но обещали вернуться в качестве молодых специалистов и отыграть свое. Все остались довольны, всем понравилось и были приятно удивлены тем, что, оказывается, здесь умеют работать, умеют отдыхать и занимаются, увлечены спортом. Два дня экскурсии завершились. Теперь на вопрос, есть ли жизнь в Заполярье, каждый, посетивший пикхинский промысел, уверенно скажет – конечно, есть. Я думаю, что это положен наш первый шаг сюда. Мы будем стараться, мы будем учиться, мы будем учиться в ГУЗе, сдавать хорошие экзамены, чтобы приехать к вам, приехать к вам в помощь и быть участниками вашей команды. В планах у лицеистов корпоративной группы «Лукойл» из Салихарда и их наставников приехать в апреле в Коголым, посмотреть город, место будущей учебы и работы. Елена Дорофеева, Николай Горкуша. Наши города.